Привет, красавицы! Вы меня спрашивали, как сделать влажную сияющую кожу, если кожа у вас очень сухая и вообще как выполнить этот тренд весны. И я решила следующее. Я сделаю два разных видео на разных продуктах и немного с разными техниками. И в этом ролике покажу вам, как сделать эффект сияния на сухой коже или нормальной комбинированной и, в общем-то, более кремовыми продуктами. И во втором ролике, как сделать подобный эффект, но больше на жирный комбинированный, чего избегать, какие продукты лучше подойдут, какие хуже. Так что давайте пробовать вместе. Самое важное, конечно же, хорошая подготовка. Естественно, обязательно очищение деликатное, тоник и крем желательно сразу с сиянием. Мне нравится вот это вот идеалия от Виши и еще в розовой банке с дозатором. Очень хороший крем этот с меньшим сиянием. У того прям действительно glow эффект, как у строп-крема. Вот эти продукты с сиянием я очень люблю. Это MAC строп-крем классический. Его корейские аналоги и Виши вся серия Идеалия. Тоже такая вот с первом утром и именно выглаживающая. Также различные питательные средства вам могут подойти. То есть все, что также не оставляет сухости на коже. Именно интенсивный уход, нелегкие невесомые гели. Легкие невесомые гели это скорее для комбинированной жирной кожи. Например, у Кайлин прям-таки несколько хороших вариантов. Могут быть как опция Beauty Drops от Beauty Drugs. Такой питательный золотой крем от Sensation. Какое-то подобное средство вам поможет подготовить кожу для сияющего макияжа. Но, как правило, самой по себе сухой кожи какие-то другие базы не нужны. Почему? Сухая кожа, как правило, тонкая. Чем тоньше кожа, тем меньше слоев сверху она сможет потерпеть. То есть получается, что вы перегружаете ее продуктом. Поэтому я не буду использовать базу, перейду сразу к тону. И напротив вот такие вот блюр-продукты. Легкие увлажняющие кремы. Кремы гели, они могут дать, наоборот, неровности в макияже. Не дадут достаточное увлажнение. Совершенно не дадут питание. Поэтому все вот эти штуки, типа Benefit Professional, в данном случае я не рекомендую. В макияже для такой техники нам понадобится что-то из BB кремов или CC кремов. Или именно тонов с влажным красивым сиянием. Вот варианты на каждый день. Если вам нужно срочно выбежать из дома по делам на работу, учебу или с ребеночком отправиться по делам или на прогулку, то берите BB-шечку легкую или CC-шечку, так называемую, легкую. Мешайте с замечательным строблингом с мокрым эффектом от Beauty Drugs и будет вам счастье. Но вы спрашиваете меня про вечерние версии, когда у вас побольше времени. Или же о том, как это делается правильно, как это делается на выход, на фотосессию. И давайте здесь разбираться. И напротив, средства высокой степени покрытия, средства матирующие, средства вязкие, средства муссовые нам в этом случае совершеннейше не подходят. Да, многие девушки с сухой кожей любят такой эффект, но камон, он у вас как бы есть и так. Зачем он вам нужен? Это все стягивает и это все ускоряет старение кожи за счет недостатка увлажнения. Такое количество пудры вам объективно не нужно. Например, Профтона, Мак, Инглот и так далее, которые более матирующие. Это и мой любимый Том Форд Трейслос, и мой любимый Инфаибль от Лориаль. И Блюр продукты, и различные от Виши средства плотной коррекции, так скажем. И корейские муссовые, и европейские муссовые. Здесь нам немного не в кассу. Самые красивые, мне кажется, у Джорджио Армани и у Ивсен Лоран продукты именно для сухой кожи. Также очень проспели корейцы, например, Бионд Сиси Крем Глоу. Очень сияющий. В нем, правда, есть первомутровые частички. Для сухой кожи вам очень желателен именно чуть с влажным покрытием, особенно на весну продукт. Но не расстраивайтесь. Если у вас такого нет, то вы берете свой чуть более матовый тон и капаете. Сейчас есть у Smashbox праймер ойл, есть у Мак такие капельки, которые дадут вот этот вот глоу-эффект. Больше всего. Вот прям намазал и красиво. Я обожаю Армани Маэстро Глоу. Но почему-то сегодня утром я не смогла его найти, поэтому буду капать капельку масла в не-глоу Маэстро. Также у меня получилось две капельки. Перемешиваю и уже по виду даже текстуры понимаю, что у меня получилось то, что я хотела. Распределяю небольшое количество по лицу и мне удобнее всего наносить вот такой кистью. Ей же буду наносить следующие продукты. Но технологи марки, преподаватели марки говорят, что вот этот конкретно тон нежелательно кистью наносить. Но вот для меня конкретно это идеальный вариант. Если вам не нравится кистью, то пальчиками наносите. Самое главное, не очень много вот этих вот круговых движений. То есть кисть дуофибра или даже классический баф здесь вам могут помешать получить красивый эффект и могут подчеркнуть шелушение, если они есть. Сухая кожа, как правило, требует не очень большого покрытия. И когда вы чуточку распределили, возьмите и капните еще чуть-чуть туда, где у вас, возможно, какая-то краснота из-за того, что кожа может быть раздраженной или просто она неплотная. То есть, как правило, для сухой кожи это вот эта зона, серединка щеки, да, и зона рядом с носом. Иногда сам носик. Как видите, наше лицо ровное, светится, но не блестит, как жирный блин. И этот финиш, эта текстура не уползает с лица, что мне очень нравится. И само средство такое комфортное, как будто чуть ли не вы в увлажняющем спрее. Если кожа супер пересушенная, тогда вам подойдут увлажняющие спреи. Например, Fix Plus, у Clinique есть подобные, у корейских марок есть подобные, Moisture Surge все хвалят тоже. И это помогает вам избежать такой накрашенности визуальной, штукатурности макияжа. То есть, не будет подчеркнута текстура кожи, не будут подчеркнуты шелушения. Как будто макияж немножко вживается в кожу с помощью таких спреев. Далее я беру консилер и наношу немного туда, где мне он требуется, потому как чуточку хочется добавить покрытие. Чуть-чуть более светлого консилера на спиночку носа и на центр лба и подбородка. Оттушевываю достаточно небольшой кистью и за счет вот этого легчайшего высветления тоже создается небольшая подсветка. И на окружающих эта подсветка тоже действует как иллюзия тоже более свежего вашего лица. Лайфхак. Берете ватную палочку и немножечко стираете то, что могло у вас кататься в зоне под глазами. А то все очень любят жаловаться на то, что консилер старит, только при неправильном променении есть такой визуальный эффект. Как видите, кожа уже слегка светится. Но! Вы еще спрашиваете меня, Вика, вот как мне нанести бронзер, чтобы у меня не было пятен на моей сухой коже? Девочки, попробуйте тон в темном оттенке. У меня похожая текстура, у меня нет темных оттенков почему-то Armani. Я всегда беру только самые ходовые, но я специально купила ньют-мажик, когда он заканчивал продаваться. От L'Oreal в темном оттенке для бронзирования. Не обязательно это должен быть тот же ньют-мажик. Сейчас у Lumine есть бронзер, если он вам подходит, такой в капельках. Много таких продуктов. Западные бренды все больше и больше их делают, но вы можете использовать любой тон с сиянием в более темных оттенках, потому что они достаточно, видите, интеллигентные. Дают красивый отдохнувший эффект. И вот это вот сияние тоже читается очень хорошо. И, как видите, пятна наставить просто невозможно. Легкая загорелась, как видите, появилась. И еще чуть-чуть на спиночку носа я нанесу. Тоже так намного натуральней. Я сама так часто делаю, потому что получается эффект. У меня просто классная здоровая кожа. И теперь, чтобы не разрушать этот прекрасный эффект, берите румяна любой текстуры, кроме сухой. Это могут быть вот такие вот кушончики, вкусняшечки от Бересом или Сифоры. Это могут быть вот такие прекрасные стики от Smashbox или от Clinique. Это может быть из бюджетного прекрасный бальзам для губ и щек от Maybelline Baby Lips. И либо Becca, например, Beach Tint в такой суфле. Все это будет прекрасно сиять. Я возьму именно бюджетную версию, ну потому что иначе я боюсь, что вы будете писать мне комментарии. Ага, все такое дорогое, давайте разбавим. Потому что в данном случае, ну продукт действительно не хуже, чем очень дорогие. И как видите, все еще у нас то же самое нанесение вот этой широкой кистью. Так как весна, в принципе, можно немножечко усилить даже этот эффект румяна. Но это скорее только в этом году и только в этом сезоне. И сразу на губы наношу. Предпоследний этап это Strobbing, точнее Strobblink от Beauty Drugs. Это влажный блеск для кожи. Он больше всего подходит именно из всех возможных продуктов, которые есть в этом типе для сухой кожи. Потому как, например, возьмете вы на сухую кожу Glow вот такой вот от Becca или от Dior. И они когда высохнут и впитаются, будут смотреться как сухой продукт. Увлажнения вы от них не получите. Вам нужен или новый инструмент, такая же кисть или кисть поменьше. Или вы можете работать той же. И наношу на объемную часть, на верх скулы. Также можно наносить пальчиком, но старайтесь, чтобы у вас движение было именно аппликативное. То есть, чтобы вы не смещали все, что вы сделали, а прикладывали. И тогда у вас все будет прекрасно. Капельку уже остатками на кисти я прорабатываю еще и зону над бровью. У меня есть клиенты, у которых супер-супер-пупер-убер-гипер сухая кожа. И тогда мы наносим еще и на носик. И даже можно на кончик носа. Все равно получается такой светящийся, но не сильно мокрый эффект. И иногда даже на подбородок. И есть те, у кого такая обезвоженная кожа сейчас после зимы. С кем мы прям вот так вот все, вот внешнюю периферию лица до тона прорабатываем. Но помните, что до вы можете наносить как и чем угодно, а вот сверху именно, видите, аппликативно. Получается эффект очень мокрой такой кожи. То самое, как будто у вас просто хороший косметолог, и вы только что приехали с моря. И тут же записались к нему на увлажняющие процедуры. Насчет подбровной косточки с сухими шиммерными продуктами сейчас не модно прорабатывать. Эту зону это не молодит, но вот этим продуктом можно. Все равно получается достаточно хорошо. Только старайтесь, чтобы очень много жирности и влажности не было на вашей брови. Вот такой вот у нас супер стробинг. И самый последний этап это пудра. Возможно, вам он не нужен. Вы можете также сбрызнуть просто спреем для фиксации, если все еще у вас супер обезвоженная кожа. Я повторюсь, что у меня кожа больше к нормальному типу сейчас, нежели столь сухая. И возможно, вот эти все слои сейчас на вас сделали так и впитались. И уже ничего не блестит. Тогда сбрызните фикс плюсом еще раз. Если же это не так, тогда вам понадобится пудра сияния. Это может быть минеральная пудра вуаль. Почти все минеральные марки такое делают. Или вот эта пудра от Hourglass. Выбирайте именно не совсем хайлайтовый такой вид, потому что у них есть совсем-совсем подсвечивающие и сильно блестящие. И немножечко вы фиксируете только те места, которые вас беспокоят. И помните, под глазами мы ничего абсолютно не фиксировали. И теперь вот момент, когда мы можем взять кисть, которая нам подходит по диаметру и чуть-чуть эту зону фиксануть. Ну и в завершении макияжа можете делать что угодно. Просто глянцевый блеск для губ на весну очень актуален. И он немножко поддержит эту сияющую тему. Если вам кажется, что у вас лицо не очень сияет пока, да, в течение дня оно может быть будет чуть интенсивнее сиять. Если все-таки кожа у вас нормальная, не совсем такая сухая или даже комбинированная. И если у вас очень много сияющих продуктов с влажным эффектом, тогда, наверное, все-таки самые стойкие средства и помады для бровей здесь будут очень актуальны. Если же вы стробинг не добавляли, то можете использовать и тени или что-то подобное. И хорошенько зачешите бровки вверх, чтобы их зафиксировать. Потому что с таким макияжем лучше всего смотрится именно бровка настоящая, живая, такая пушистая, не графичная. Как мне кажется, а именно такая, знаете, волосковая. Я сейчас еще немного этим гелем, гелем-помадой, еще чуть-чуть прификсирую с помощью щеточки. Прямо имитирую волосочки с помощью маленькой кисточки. Вот такой вот мой любимый глоуэффект на коже. Надеюсь, что вы будете пробовать. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok